Что касается детских садов, в ушедшем году удалось решить одну из самых актуальных городских проблем – упразднить очереди. За год город совершил то, на что уходит десятилетие. Вел в строй почти 10 тысяч новых мест для дошкольников. И это только первый шаг. Каким будет второй, Дарья Безинская расскажет. Наша божья коровка отправится куда? Наверное, в театр мы ее отправим. Театр, парковка и детский сад. Юные строители сделали все это за несколько часов. По быстровозводимым технологиям. Пластмассовый конструктор – любимая игрушка в 19-м детском саду. Пример детям подали взрослые. Построили для дошкольного учреждения новый корпус, рассчитанный на 40 человек. Заведующая Людмила Сальникова с гордостью показывает его гостям из администрации Западного округа. В пристройке все условия для полноценного развития юной личности. Есть даже музыкальный зал для занятий танцами и пением. Новая пристройка – вполне самостоятельный модуль, не зависящий от главного корпуса. Здесь есть собственный пищеблок полного цикла с новейшим оборудованием, медкабинеты и даже прачечная. Когда дети пришли сюда в первый же день с родителями, родители были очень удивлены. Дело в том, что у нас в ходе реконструкции заменили все игровые площадки. Их оборудовали новым игровым оборудованием. Группы стали светлые, большие спальни. Детям очень нравится. Взрослые тоже остались довольны. Гостям рассказывают, юные горожане ходят сюда уже месяц. Это значит, что модуль успешно сдал экзамен на качество. Мы сегодня приехали посмотреть и убедиться в качестве строительных работ и в том, в каком сегодня положении находятся наши детки, педагогический состав. И прошли, оценили, посмотрели. Конечно же, вызывая самые наилучшие впечатления, в юбилейном микрорайоне спроектировано. И во всех шести садиках юбилейного микрорайона у нас также будут создаваться и возводиться такие же современные пристройки, которые мы сегодня здесь наблюдаем. В общей сложности в городе в текущем году планируют ввести в эксплуатацию 2115 новых мест в детских садах. Об этом глава Краснодара Владимир Евланов говорил накануне, на открытой сессии городской думы. Более 360 площадок под новые детские сады, школы и пристройки к ним уже определены, подчеркнул городначальник. Их адреса будут опубликованы на официальном городском портале. Из зала звучали вопросы о перспективах. Мэр отвечал подробно. Район вертолетной площадки, там, где планируется место под строительство детского сада на 200 мест, и это ближайшая перспектива. Это два детских сада, которые не достроил в новом городе, ЖК «Новый город» Девилон-Пент-Юг. Сегодня решают вопрос с земельным участком, который нужно отцепить, что называется, от домовой территории. И они сейчас в судебном процессе заняты этим вопросом, после чего приступят к строительству детского сада, первый детский сад на 90 мест. И еще планируется детский сад на пересечении улицы Чекистов и Минской. Введение новых мест за счет пристройки, оптимизации пространства – это только первый шаг, отметил Владимир Евланов. Второй – разгрузить дошкольные учреждения. Сейчас в каждой группе как минимум 30 воспитанников. А нужно, чтобы было не больше 20. Кроме того, необходимо расширять возможности детских садов. Так, в апреле в ряде учреждений планируют открыть группы круглосуточного пребывания. Городской департамент образования совместно с департаментом финансов прорабатывают организационные вопросы. Дарья Безинская, Евгений Валитов, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар».